Топовые новинки парфюмерии 2024 года, которые вы обязательно должны попробовать. Привет, ребята! С вами Илья, вы на моем парфюмерном канале. Сегодня обсудим горячие новиночки в мире парфюмерии. И вообще обсудим и пройдемся по самым крутым ароматам, которые нам подарил 2024 год. Поэтому саживайтесь поудобнее, заваривайте чаек, кофеек и будем начинать. Ароматов сегодня довольно много. Начать видео хочу из самых последних интересных приобретений. Порадовала нас марка Крит. Я взял два аромата из последней коллекции, которая, я так понимаю, посвящена созвездиям. Первый аромат, я считаю, более женский. Называется он Дельфиниус. Такой вот у него флакон красивый. Как конфета такая, его съесть хочется. Вы знаете, очень интересно, но комбинация нот довольно простая. Вот такие вот коробочки. Ленточка такая была, я ее выбросил у новых ароматов Крит. Дельфиниус пахнет пудровым сладковатым ирисом, который как бы обрамлен ванилью, ванильной легкой дымкой. И все это воскурено ладаном, ладанной смолой. Но он такой, знаете, нежный, кристально прозрачный и, как по мне, идеально будет на девушке. Хотя, в принципе, это аромат унисекс. Классный запах. Европейский такой получился аромат. Элегантный. Довольно близко к коже. У него нет длинного шлейфа, а стойкость у этого запаха до 6 часов. Интересный. Я рекомендовал бы с ним познакомиться, потому что я бы не сказал, что это прямо вау, какая-то супер новинка. Нереально ни на что не похожая. Но это деликатная такая вот вещица, которая вот сейчас осень. Просто идеально заходит под очень большое количество образов. И действительно пахнет довольно интересно, как по мне. Второй аромат линейки называется Центаврус. Вот такой вот у него флакончик красный, смотрите-ка. Эта штука уже более мужская. Что тут только не намешано. Вот это вот, ребята, прямо та штука, которую сразу хочется займеть себе на полку, когда ее только начинаешь обонять. Действительно пахнет интересно. Он пахнет такой, знаете, цветочной конфетой, сдобренной табаком. Амброксан здесь есть в базе. Вот что-то в нем мужское однозначно присутствует. То ли немножко шафрана еще в свою лепту вносит. Такой легкой, солоноватой медицинщины, что ли. В общем, аромат, ну не ганимедно подобный. Но вот как-то вот туда. И на грани ганимедно подобных что-то Марк Антон Баруа. И спайс-бомб от Викторин Рольф. У него вообще вайп, как у спайс-бомбы. Такой вот спецовой, пряной, обволакивающей и элегантно согревающей, что ли, у вас такое облачко. Ну, блин, он мне понравился. Вот не похож он ни на что. Интересная работа. Как по мне, больше мужской. На осень, ну прям топ. Ну вот классный запах. Крит молодцы. Тоже такой флакон, хочется съесть. Потом еще порадовали нас новиночками АКК. А то вы всегда меня ругаете все время. Вот ты только дорогое показываешь. Вот АКК. Ценовой сегмент 5800 гривен за 100 миллилитров. Давайте с первого начнем. Это white fig and cashmere. Вот такая вот у него коробочка. И вот такой вот у него флакончик. Смотрите. Интересный. Инжир. Фиговое дерево. В перемешку с согревающей сандаловой древесиной. И все это в молочной кокосовой дымке такой. Очень интересно. На грани свежести и сладости. Элегантно, красиво, повседневно. Унисекс. На каждый день. Вот даже в контексте осени сейчас аромат гонять на каждый день. Вот интересно. Действительно. Если вы любите ароматы про инжир, это тоже зайдет. Про кокос, это тоже зайдет. Такой вот симбиоз интересный получили. И сделали его, выкатили они новинку вот недавно. То есть такой адаптированный, наверное, под осеннюю носку. Ну и цена, ребят. Обалденный. Нравится. А второй аромат называется Dolce Trevisa. Такая вот у него коробка. И такой вот флакон. Это вот типичная гурманика. Вкусняшка-привкусняшка. Сразу хочется съесть его. И того, кто его наденет. Унисекс тоже запах. Вот представьте, если вы путешествовали по Европе, допустим. Тут есть все ваши вкусности, любимые, где вы их кушали в разных странах. Допустим, в любимые булочки из Франции, ароматный кофе из Италии, кирамису вкуснейший, какао. Все это намешано в этом флаконе. Просто обалденно получилось. Вот разные у меня есть гурманские ароматы. А тут вот просто все воедино замешали. И за довольно доступную цену сделали. Качественно. Вот просто вкусняшка на осень. Офигенный запах. Дальше. Коль я затронул свежие инжириста кокосовые композиции. Еще этот год. Ну, это вот из последнего, то, что я приобрел. Порадована Женполь Гати. Своим ароматом. Любил Paradise Garden. Очень тоже достойная композиция за свою цену. Это свежий сок прям свежевыжатой травы. Вот так вот в руках вы ее просто размяли в перемешку с инжиром. И тоже все с ванильно-кокосовой дымкой. На древесные подложечки. Классный. Такой тоже свежесладко обволакивающий аромат. Четкий унисекс. На мужской коже он отличный. И девочки тоже будут носить его с удовольствием. Классная работа. Вот эта статуэточка, конечно, тоже порадовала. Напишите в комментариях, как он вам, если вы уже пробовали. И вообще, напишите в комментариях, а вот эти новиночки, если вы их уже тестили и пробовали. Дальше. Альдегиды. Даже свой любимчик сейчас вообще не в ходу. У меня Лизу Примордиале, Кулю Прима. Вот настоящий такой стиральный порошок. А сейчас он ушел в отставку после Акне Студио и Фредерика Маля коллаборации. Очень интересные тоже альдегиды. Он пахнет, он более ноский для меня. Потому что пахнет это все персиковым мылом. Свежим. Не просто тупо порошком. Тупо порошок, вау, прикольно, классно, но очень быстро надоедает. А здесь это именно больше в мыло уходит. Такое дорогое персиково-цветочное мыло. И парень, и девушка спокойно могут носить. Если вы альдегидные ароматы любите, что-то интересное, более новое ищите, вот эту коллабу обязательно попробуйте. Он нереально стойкий, но с раскрытием. И в этом его фишка. Сразу больше мыльность раскрывается в персик. Вот они такое вот дно у него сделали у аромата. К персику идет отсылка. Такой градиент, видите. Прикольный запах, реально понравился. Классная новиночка. Еще крутая из последних приобретений новинка, это Ormond de Jane Montabac Uba. Это, наверное, сейчас моя любимая интерпретация Montabac. Очень залапывается флакон. Он такой отражающий. Видите, у меня свет под углом стоит. В общем, ну самый прозрачный, самый носибельный Montabac. Наконец-то они выкатили, допилили все предыдущие версии. Вот он самый топовый. Он стал кристально прозрачный. У него нет этого терпкого, который очень надоедает прямо кедра. Они прикрутили табачность. Добавили вообще, как по мне, что-то такое, типа... Сейчас нанесу. Как жвачечно-свежая в начале и немного мыльная, альдегидная тоже. Ай, все это раскрывается в табак, тоже в древесину дорогую. В общем-то, как в классическом Montabac. В общем, супер. На каждый день повседневный, я считаю, больше мужской аромат. Хотя девочки носят. Просто удался. Шедевр. 88 мл. У них новые флаконы. Сейчас они повыкатывают, мне кажется, и Верана. Сейчас переделают, 88 мл сделают. Ну, я не знаю. Я обычный Montabac, а сейчас носить не могу после Кубы. Куба просто шикарный. Ну, очень он крутой. Ну, прям вот отличный ароматец получился. Рекомендую обязательно попробовать его. Потом, Стефано Ричи. Стефано Ричи, вы знаете, у меня есть вся вот эта вот дырявая... Дырявая линейка. Я ее собрал. Ну, почти все ароматы у меня. Все, кроме одного. У меня нет только Сочи. Мои любимчики. Я хочу вам сейчас презентовать. Они там все крутые, но я выделил... Ну, не хотел все показывать. Это не обзор все-таки Стефано Ричи. Я решил выделить, ну, прям те, которые больше всего носятся. Ну, во-первых, Париж. Париж. Красный флакон. Это очень крутая, мужская именно, дорогая, красивая, породистая парфюмерная композиция про розу. Здесь роза. Она на первых ролях, но она очень мягкая, такая шелковистая, бархатистая. Да, естественно, с разными другими компонентами, которые уже на вторых ролях. Древесная база, я уверен, из дорогой древесины какой-то красивой. Ваниль, бобетонка. Возможно, немного специй и кардамона. Ну, в общем, в целом композиция получилась, впрочем, мягкую бархатистую розу. Я, блин, даже не знаю круче, где так можно носить розу мужчине. В каких-то других ароматах. Очень красивая работа. И очень много комплиментов я на нее получал. Все ряд нуля, оно очень роскошное, чем ты пахнешь. Дорого, так красиво. Вот. Второй аромат. О, это Лондон. Такой коричневый флакончик, светло-коричневый. Тут тоже интересный такой замес. Очень много всего. Вот, типа, как в Плюс Афире от Боу Ричей. Тоже, видимо, есть роза, кожа. Дерево красивое, дорогое. И вот мускусы такие мужские, красивые, не терпкие, не убийственные вот эти дешевые. И смола. И, конечно же, смола. Тоже роскошный, повседневный запах. И при этом это все звучит очень ладно, обалакивающе. И нет какой-то спиртовости. И вот этого спирта вообще я тут не чувствую. Все так сразу начинает раскрываться. Моментально на коже. Красивейший тоже запах. Мужской, повседневный на осень. И комплиментарный. Ну, мне, по крайней мере, много комплиментов делали. Ну, и последняя работа. Воу, это Лас-Вегас. Лас-Вегас. Очень крутая штука. Если вам нравится Декларасьон от Кортьер. И вы хотели бы какую-то современную версию этого аромата. Возьмите Лас-Вегас. Он мне пахнет тоже деньгами, долларами зелеными. Ну, вот бумагой прям вот этой, из которых сделаны доллары. Очень интересный запах. Тут очень доминирует на первых ролях. Это и травы, как кустарники. Типа какие-то... Все это растерто на бумаге. Как полынь какая-то. Вот такую терпкость придает. Немножечко горчинку, аромату. Повседневный. Как вы знаете, вот для руководителя. Запах для директора какого-то предприятия. Для владельца бизнеса. Заходит человек. И все вот так вот по струнке смирно его слушаются. Вот такой вот запах босра, короче. Крутой. Этот год еще подарил нам очень классный свежий аромат. Про мандарин. Обожаю мандарин. Это всегда беспророщно. Не знаю, всегда пахнет классно. Если хотите свежак, повседневный. Устал нос, но при этом вам нужно чем-то пахнуть сегодня. Я вам бы рекомендовал бы мандаринчикам. От такого депармы. Из Blu Medetreneo. Линейки побрызгаться вот этим. И все. И день удался. Шикарнейший, просто сочный мандарин. В общем-то все. С зелеными какими-то как травами. Мандарин, кожура, сок и все это еще с зеленой травой. Просто вот так вот раздавили. Освежающий, сочный, фреш аромат. Шикарный. Стойкость небольшая. Это свежак повседневный. На тренировку там, если любите подушиться. Еще этот год нам подарил классный запах от марки Initio. Который называется Наркотик Делай. В общем-то много я о нем уже сказал. Шикарный аромат. Именно секси на вечер. И парнями, девушкам. Он пахнет табаком, сухофруктами, какао. Немножко кофейным потоном. Деревом дорогим. Множество ванили. Это все усыпано. Такая вот табачная, табачно-ванильная где-то история, как ягоды прослеживаются. То ли вишни, то ли вишневые косточки. В общем, многогранная комбинация с убойной стойкостью в два дня. Если это кому-то нужно. В общем, шикарный. Шикарный запах. Много о нем говорил. Пробовать, ребят, обязательно он шикарный. Еще классные новинки выкатывал нам в этом году Gritty. Он сделал суперновый аромат. Который пахнет, как вот типа ганимед. Который пытались они, наверное, сделать еще более повседневным. Это не клон ганимеда. Но здесь вот угадывается нота минерализированной древесины. Тоже в этом аромате. Но со своими приколами. Со своей глубиной, со своим раскрытием. Более кристально, более прозрачно. Не так надоедливо, как ганимед. И кто носит ганимед каждый день, я думаю, вы понимаете, что я говорю, когда говорю надоедливо про него. В общем, тут, как добавлена нота, такой, знаете, запах бумаги и небольшой прорезиненной покрышки. Еще сюда добавили, вот в эту всю историю минерализированной древесины. В общем, интересно он пахнет. Люди флаконами брали много раз. Говорили, крутой. То есть, как бы, и при этом и мелиганимед. Классный запах. Довольно стойкий тоже. А второй манго-ут. В общем-то, он пахнет ненадоедливым, приятным деревом. Удовой смолой. И манго. Вкусным, сладким. Вкусняшка. Просто хочется скушать. Тут больше манго на первых ролях. Не жри ут, если любите фруктовые ароматы. И про экзотические, что-то такие вот фрукты. Искали. Любите манго, да, в парфюмерии. Манго-ут обязательно попробуйте. Это шикарный запах. Ребятки, в общем-то, вот из последнего. Ну, из такого самого интересного и запоминающегося. Что нам 2024 год. Ну, точнее, мою коллекцию лично принес. Вот я вам показал. Напишите в комментариях, если пользуетесь этими ароматами. Что вы о них думаете. И вообще, как они вам. Если хотите попробовать, еще не пробовали. Ссылочку на свой сайт оставляю в описании этого видео. Заходите, заказывайте, попробуйте. Ароматы, как по мне, очень достойные. Все, с вами был Илья. Желаю вам пахнуть. Как всегда, круто. Увидимся с вами в новых видео. С еще более интересными ароматами, друзья. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова